Нина Михайловна Рудакова свои первые картины нарисовала еще в детстве, но заниматься вплотную любимым делом начала только в конце 80-х. Предложение принять участие в проекте по следам красной книги приняла сразу, а теперь художница признается, настолько увлеклась, что остановиться не может. Когда сделали клич Натальи Ивановны, я увлеклась и до сих пор увлекаюсь, у меня уже нарисовано их не знаю сколько, мне очень понравились эти птички, вот наши это УДОТ, тех уже вроде нету, это на Казахстане они где-то. Проект по следам красной книги был создан в феврале 2017-го в год экологии. Тогда художники решили дополнить научный труд об исчезающих растениях и животных красочными иллюстрациями. Чтобы полюбоваться амурским тигром или, например, сайгаком, не надо идти в библиотеку, достаточно посетить выставку. И это в Доме культуры Солнечной уже 35-е по счету. Мы вышли за пределы выставочных площадок. Мы выходим на улицы, в детские сады, в дома культуры, в парки отдыха. Арт-проект объединил 40 художников из России, Германии, Марокко. За год они написали более 300 картин. При этом перед тем, как взять в руки кисти и краски, им пришлось внимательно изучить научную литературу. Это надо было изучить. Красную книгу надо было потратить на это время. Тут есть такой представитель, бескливый якончик. Вот он на стене. Размер картины 50 на 70. Вообще-то он в натуре размер 14 миллиметров. И вот для того, чтобы написать его в таком вот огромном, большом виде, художник потратил огромное количество времени. Марк, начинающий художник, на выставку пришел вместе с мамой Татьяной. И хотя здесь представлены работы его бабушки, предпочтение молодой человек отдал не ее картинам. Впрочем, почти у каждого посетителя после просмотра экспозиции появился свой любимец. Улитка. Чем она понравилась? То, что как настоящая улитка, как будто она ползет. И отражение такое красивое. Все картины очень великолепные. Великолепные. И я думаю, такие выставки надо именно для детей. Потому что они очень живые, показывающие настоящую природу. И вот здесь две картины есть очень хорошие. Мне понравилось такой, ну я назвал их так, «Ежик в тумане» и «Белуха». Это, конечно, просто бесподобные, бесподобные картины. Из Одинцова картины участницы проекта по следам Красной книги отправятся на Власиху и во Внуково. Выставочный план составлен на год вперед и выходит далеко за пределы Московской области. Впрочем, Одинцовцам расстраиваться не стоит. У них еще будет возможность полюбоваться исчезающими животными и растениями.